Всем здравствуйте! Сегодня с нами братья Логачёвы, наконец-то вместе. Очень много вопросов скопилось. Вы готовы? Да, конечно. Только немножко погромче, ладно? Будем говорить, чтобы все услышали нас. Первый вопрос. Расскажите, как вы оказались в команде IT Major? Ну, изначально команда за рангис, рангис. В прошлом году играли. Соответственно, в этом году, не знаю, какие были проблемы по финансовой, не финансовой. Ну, и, соответственно, чтобы оставаться на плаву, объединились с IT Major. И, как бы, изначально нас брали нацелено на укрепление второй команды. А, ну, соответственно, сейчас, мне кажется, наш цель какие-то очки именно за счет первой команды вырвать. Поэтому мы отыграем за первую. За первый состав сегодня. А почему конкретно вот ваш выбор пал? Почему конкретно? Да. Ну, как бы, на самом деле, я всегда с братом хотел играть. Да, вот теперь с братом играем. Бывает я силы. Как вы считаете, что мешает развитию баскетбола в России и в МБЛ в частности? Обрата. А, я уже отвечу на вопрос. Почему? Еще раз отвечу. По-любому деньги. Деньги все решают. Финансы, да? Финансы, да. Да, если у меня финансы, то ничего бы и не было. Понятно. Кто из вас выше прыгает? Я. Борис? Булил за скромный сон, да? На самом деле, как бы, брат профессиональный, профессиональный играл. В то время он выше прыгал. Сейчас он, как бы, меньше играет. Я еще за студенческую играю. То есть у нас, как бы, час тренировки. За счет этого поддерживает физическую форму. Ну, у меня есть порох, 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 риск. Теперь нужно будет устроить соревнование. Конечно. Такой вопрос. Почему не играете... Вот раньше, да, не играли за первую команду, а вы начинали со второго состава? Я отвечу. Да, потому что у нас была команда, именно сыгранная команда. И поэтому мы играли, как бы, вторым составом. И довольно-таки неплохо, как бы, вот, вы, если наблюдали за нами, то мы показывали нормальные результаты. Ну, на данный момент мы, повторюсь, да, играем за первого состава, чтобы... Вы перешли в первый. Да, набрать очки, чтобы остаться. А, в этой лиге. Никому не секрет, конечно. Все следят, смотрят, да? Ну, да. Так что, вот так. Понятно. Как вы думаете, о девятой команде дивизиона А? Удастся ли сохранить свое место в этом же дивизионе? Ну, в любом случае, мы сейчас стремимся занять седьмое-восьмое место. Ну, играем за первую команду. Ну, как бы, нужно все-таки прекрасно понимать, что команда сильная, и все тоже с тринадцатым заниматься, занимать выше и выше из точки. Но, я так понимаю, девятое место играет со вторым местом. С дивизиона Б. Да, да. В любом случае будем бить, чтобы остаться в первой подгруппе. А знакомы с дивизионом Б? Ну, там Глория очень сильная команда, насколько я знаю. Мне кажется, они с первого места выйдут, но второе место там, что у нас? Ргувк. Ргувк. И еще Петербург или как там, Испа. Спартак. Ну, Спартак. Да, да. Мы начнем с ассоциацией с Петербургом. Ага. Ну, как бы, в любом случае, там, вот эти все три команды, они достаточно достойные, и с удовольствием достаточно сыгранные. И будет тяжело, в любом случае будем биться. Конечно. Если вдруг мы займем там девятое место, десятое мы ни в коем случае не хотим занимать. То есть вы намерены остаться в дивизионе А однозначно? Однозначно. Здесь интересно много. Сергей, следите ли вы за выступлениями вашего брата в АСБ? Я, конечно, слежу. Ты МСБЛ? Я не погибался, слежу, да, я с ним созваниваюсь, с каждым. Видимся, мы делимся впечатлениями. Игра там, все остальное. Вы сразу набираете брата после игр? Нет, конечно. Не знаю, что там. Ну, понятно. Практически. Борис, стритбол или баскетбол? Что вам ближе? Мне ближе, больше стритбол. Максим Клыков. Ну, собственно, на самом деле, да, мне больше нравится стритбол. В том смысле, что там каждая игра, это вот такой некий поединок. Соответственно, там все решается в последние секунды. В баскетболе не так часто это происходит, а в стритболе там каждая игра. И буквально на последние секундах Максим Клыков в своей трехе не все решает, собственно. Вот. Понятно. Ты же тоже таскиваешь, правильно? Почему сразу каких-то людей? Ну, на самом деле, пару игр, когда получилось так, что я вытягивал. Ну, скромность украшает людей. Ну, вам по душе больше ближе стритбол, да, все-таки? Ну, да. Ну, в принципе, ваше пожелание нашим читателям, любителям баскетбола? Ну, читать и радоваться за нас. За IT-мейджор, да, конкретно? Да, за IT-мейджор именно, да. Ну, так, ну, что там все желают? Любите баскетбол, ходите на игры. Ну, это все очень-очень гуманно. На самом деле, играйте в баскетбол, это лучше мяча с мячом. Опять повторюсь, мне кажется, все это говорят. Вот, ну и, соответственно, да, действительно, хотелось бы побольше болельщиков. У нас с братом девушки есть, так что у брата супруга у меня девушка, поэтому уже это все. Так что? Ну, так все равно, нужны же болельщики. Да, с болельщиками намного интереснее играть и как бы... Многие требуют шоу вообще, нужно будет придумать что-то. Все, спасибо большое. Ты, Юля? Спасибо вам, да. Все, до свидания.